Привет! Сегодня хотела сделать подборку для вас очень классных, качественных вещей, преимущественно для холодной погоды. Все, как всегда, будет в аутфитах, в идеях-образах, которые я озвучу, поэтому давайте сразу приступать. Кашемировый свитер как база. Идеальный первый слой для теплых таких аутфитов, который и греет, и при этом является намного более приятным для тела, чем, скажем, обычный шерстяной свитер, даже если это будет мериносовая шерсть, и поэтому он, конечно, прям нежнейший. Не побоюсь сказать, что это достаточно бюджетная модель с учетом стоимости кашемира, поэтому удачное приобретение, скажем, для черной пятницы. В основу может ложиться абсолютно любых образов, но я, как любитель минимализма, сочетаю именно нейтральные тона, и мне очень нравится, как он смотрится с коричневым бомбером. По факту это может быть любой пуховик, и светлые джинсы. Очень классно, гармонично выглядит. Это такой самый простой аутлук, который при этом будет выглядеть всегда аккуратно, как мне, в принципе, и нравится. Безупречный красный свитер, очень толстый, красивый, вязкий, тоже брала на один размер больше. Здесь очень классный смесовый состав, именно с шерстью. Да и, в принципе, все сегодняшние вещи, которые я вам хочу показать, они будут именно безупречного качества, исполнения, и классные очень составы материала, которые, в принципе, фактически не встретить сейчас в масс-маркете, потому что, когда речь идет о шерсти, скажем, в 5%, которые добавляют в наши свитера, это совсем неинтересно, если честно. Очень мне нравится здесь красный как акцентный, и в сочетании именно, опять-таки, со светлым низом и серым классным пальто, и, например, обуви на грубой подошве, будет выглядеть весьма стильно, на мой взгляд. Полоска, которая в этом году максимально, на мой взгляд, покорила сердца, и я не являюсь исключением. Я уже приобретала несколько вещей именно в полоску, но сегодня могу остановиться. Вот на сей раз это синий, благородный, классный синий оттенок. Кстати, есть там и другие варианты, но я выбрала именно этот. Он очень хорошо сочетается с моими любимыми джинсами от COS, которые прямые и в таком же темно-синем оттенке. Вообще, также классный состав. Обратите внимание, по ссылочкам пройдете, сможете посмотреть именно описание вещи. Ну и здесь мне тоже нравится идея минимализма в образе, когда вы добавляете вещи, которые кажутся, в принципе, лаконичными, но смотрятся при этом гармонично. И да, здесь полоска тоже является таким классным акцентом. В общем, она контрасте с белым выглядит еще более благородным. Один из моих любимых аутфитов за счет элегантности вещей, которые здесь будут сочетаться. Очень люблю топы с высоким горлом, именно без рукавов. Они выглядят настолько элегантно и женственно, очень классно. При этом могут являться как первым слоем, так и промежуточным, скажем, между следующим свитером, если вам нужно одеться как капуста именно в зимний период времени. И я их сочетала именно с брюками от бренда Эмми. Мне очень нравится их ширина и их длина. Конечно, я до сих пор еще пытаюсь понять, какой именно длины должны остаться мои брючки, потому что на самом деле всегда мечтала о длине в пол, и с сухой погодой я могу себе это позволить. Но с каблуком они будут смотреться еще лучше. Очень классное пальто, такое как халат, оно смесовое шерстяное, и мне очень нравится именно нейтральность оттенков. Кстати, особенно хотела выделить именно этот шарф, он тоже бренда Мутеев, и это шерсть, фактически 80% шерсти. Это классный состав для того, чтобы полностью укутаться. Вообще, лук, он полностью такой получился расслабленный, благодаря ширине штанин и вот этой свободе движения он выглядит именно динамичным для города. Такое теплое платье с добавлением шерсти и классным воротником пола. Казалось бы, такой тривиальный оттенок коричневого, но коричневый очень хорошо именно в теплый период времени, в принципе, выглядит. Он такой прям вкусный. Ну и мне захотелось немножко его обыграть нетривиальным способом. Выбрать, например, леггинсы более светлого оттенка, чтобы они играли на контрасте. И, например, грубая обувь, но здесь самое главное, что это узкое голенище и смотрится при этом немножко очень аккуратно. Пальто выбрала структурное для того, чтобы подчеркнуть, чтобы не было сочетания, скажем, слишком свободного пальто, халата и такого же платья. Поэтому я играла на контрастах в данном случае. И мне нравится эффект, который получился. Сумка здесь играет уже вторую балансирующие составляющие. Получается, что вот у нас есть два белых пятна без этой сумки. Наверное, леггинсы бы выбивались. Очень классно, на мой взгляд, получилось. И все остальное мы просто добавляем по мере, скажем, холода на улице. Добавляем аксессуары теплые и, возможно, даже второй слой. Но из-за длины пальто будет тепло. Следующее, что хочу показать, это даже нельзя назвать отдельным полноценным луком, потому что не будет верхней одежды. Но здесь мне очень понравилось сочетание цветов и, скажем, фактуры. Очень классная кофта, в которую я буквально влюбилась, с воротником пола. У нее есть такая красивая вставка белая, которая есть и на воротнике, и на самом манжете. Очень эффектно выглядит. Ну и благородный, такой приглушенный, травянистый, уходящий даже немножко в светлый оттенок, который классно сочетается со всеми бежевыми, коричневыми, рыжими оттенками. Собственно, с этим я и хотела поиграть. Очень классно сошелся он с сумкой от Zara. И что мне нравится, это разбавлять классикой и какой-то такой немножко нелепой, например, обувью. Обувь, кстати, может быть абсолютно любая. Это могут быть дутики, если мы говорим о зиме. Это могут быть укороченные уги. В общем, все вот такое на контрасте именно фактур и моделей. При этом классические брюки сюда вписались отлично, на мой взгляд. Казалось бы, самый обычный спортивный костюм, который обычно блогеры обходят стороной в своих аутфитах, потому что это скучно и пресно, но при этом 80% из нас их используют в повседневной жизни, и на самом деле без них не обойтись. На сей раз я выбрала такой классный розовый. Он вообще для меня не характерен, но здесь он такой приглушенный, уходящий такой в пыльный оттенок этого розового. В общем, не Baby Pink, что мне нравится. Мне нравится спортивный костюм как основа. Я их миксую абсолютно всегда с любыми даже вариантами обуви. И в данном случае у меня здесь представлены аксессуары в виде шапочки из кашемира и шерсти. Между прочим, классная шапка, идеальный состав и идеальная цена. Очень вам советую присмотреться. А также дутый жилет, который может являться как промежуточным слоем, так и основным в зависимости от погоды. Ну, чай попить на веранде будет вам очень приятно вот именно в такой компании. Ну, и обувь также, как я сказала, может быть любой, но здесь я просто дополнила ее белым. Ну, кстати, сумка, которая мелькала здесь, мне она тоже очень нравится. Это милскарта, и она такая в стилистике дроу, очень классная, спокойная. Ну, и последнее, что я вам сегодня хотела показать, это вообще не аутфит, это скорее бонус сегодняшнего видео, потому что это пижама. Но она настолько классная, что я просто не могла вам ее не показать. Вообще, эта вискоза очень летящая, структурная. Гладить я ее даже не пыталась, потому что она очень легко мнется и очень тяжело гладится. Но не это главное. Она действительно струящаяся, и мне кажется, что это самая красивая модель пижамы, терраспортивного костюма для дома, который я только носила, потому что и цвет, и вот эта вот фактура, она вся сошлась. Ну, и если вы вдруг живете за городом в своем доме, то, набросив такой мягкий халат и смесовой шерстью, будет приятно хотя бы просто кофеек на веранде попить. Мне кажется, это очень красиво. Я же, как всегда, надеюсь, что вам было интересно. Обязательно подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. Жду вас в комментариях, и до следующего видео. Пока-пока, ваша Диана. Субтитры сделал DimaTorzok